аллилуйя здравствуйте дорогие приветствую вас сегодня у нас наша тема очень сложная но в то же время очень важная называется она невеста царя поэтому песня у нас была сегодня соответствующая я думаю что вряд ли найдется человек по крайней мере здесь чтобы не слышал о невесте царя или они вести креста и вот интересно у пророка оси бог говорит такую фразу и обручу тебя мне и ты в верности и ты познаешь господа это 2 глава 20 стих и обручу тебя мне в верности и познаешь господа так вот интересно что многие слышали о невесте христа много но очень все по-разному воспринимают это кто она то она невеста христа мы невесты христа или нет или все христиане невесты вы знаете вот ответ на этот вопрос это очень важный элемент для того чтобы понять вообще всю библию и если мы не сможем это определить для себя ли понять правильно то получится что сотни может быть а может быть и больше а библейских текстов будут трактоваться нами совершенно так как бог планировал вы знаете вот евангелие например от матфея и шо разговаривая с учениками о страшном суде который произойдет в конце времен рассказывает им причем это причем думаю вам хорошо всем известно он сравнивает вот свое следующее пришествие событиями какими знакомы каждому а это событие это брак огнца или свадьба ну и еще точнее сказать это маленький фрагмент что ли эпизод из всей свадьбы дело в том что нам еще трудно понять потому что не очень хорошо скажем так знаем не все наверно знают что значит индейская свадьба и как она проходила и какие элементы там были потому что мы живем в разных культурах в разных каких-то обычаях и так далее понятно да и поэтому нам очень сложно это понять вот дело в том что свадьба древности и сейчас состоит из двух частей я буду сейчас говорить все про иудейскую свадьбу значит первая часть это помолвка а вторая часть это непосредственно брак и сочетание причем вот эта помолвка то что у нас так называется она может раньше древние времена она происходила задолго до непосредственного брак и сочетания и когда просто сейчас говорила уже но сейчас еще раз хочу сказать здесь все зависит как вы думаете от кого от отца жениха потому что он и выбирал ему невесту своему сыну и договаривался с семьей девушки о брачном союзе и обязательно брачный союз не как бы совершался без контракта без контракта брачного контракта где все прописано до мягчайших деталей самое интересное что сейчас в современном израиле дело обстоит абсолютно также может быть к за каким-то там исключением но значит что делается когда говорится говорится о том что молодой человек говорит своему отцу что я хочу жениться вот на этой девушке или девушке говорит что вот у меня там есть кандидат на мою группу и сердце тогда на сцену появляются отцы отец жениха приходят отцу невесты и говорит что так и так вот мой сын хочет жениться на твоей дочери и дальше происходит договор договор что значит договор они обсуждают абсолютно все вопросы 20 они обсуждают финансы они обсуждают где как кто будет жить какое будет предание преданное преданное какой будет выкуп и так далее в общем все все нюансы это все находится на плечах отцов и после того когда невеста да ну прежде всего спрашивайте невесту согласно ли и кстати говоря если мы вспомним что есть такая у нас книги бытие такой рассказ когда слуга авраама поехал выбирать невесту для сына своего хозяева то там спросили у девицы да хочет ли она выйти замуж потому что понятно что туда жених туда не приехал но приехал туда этот слуга привез массу подарков там известная эта история и девушка сказала что да она согласна то есть она не видела ни разу этого человека она вообще не то что там разговаривала с ним она не то что даже не представляла себе какой у них себя но она сказала что она согласна это было очень важно и вот дальше что когда значит утрясли все вот такие вот нюансы финансово-экономические и прочее-прочее тогда происходило так называемое обручение сейчас уже наверное это обручение что значит обручение это тоже типа предварительная такая свадьба вечеринка или как сказать по другому когда объявляются женихом и невестой вот этот молодой человек и вот эта девушка и после этого пара считалась уже как будто бы уже совершилось все хотя невеста еще оставалось жить со своими родителями выжидание главного этапа свадьбы брак и сочетателей казалось бы да и причем как что происходит что происходит происходит то что отец жениха начинает строить брачные чертоги чертоги это слово такое достаточно устаревшее но в принципе он должен пристроить либо брачную не просто горницу делать такое место где они будут проводить первую брачную ночь и первую неделю и отец начинал строительство сколько бы комнат у него не было какое-то не было у него там допустим дворец или лачуга с лачугой вряд ли уже сватаются тем не менее он должен был построить совершенно новую новые какие-то апартаменты где молодые будут первую неделю там находиться в смысле вот эту вот неделю а потом будут какое-то время жить не знаю может быть в месяц может еще то есть это должно быть совершенно новое поэтому все 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 зависело от отца жениха и вот после того как произошло уже обручение или помолвка то девушка например уже являлась она уже была в статусе почти жена то есть она уже не могла там встречаться с кем-то другими молодыми людьми она уже не ходила там на какие-то ну там мероприятия может быть и она с этого момента начинала открывать голову в общем всему этому иллюстрация есть в о том как рафель рафель когда выбрали нет рафель когда выбирали когда выбирали невесту невесту кому невесту ицхаку да когда выбирали ицхак ее не видел он знал только что она родственница она его тоже не видела и она сказала что она согласна вот замуж и вот она приехала вернее слуга привез ее из далекого далека привез для того чтобы они уже вступили в брачные отношения но в принципе так же как и цхаку не было понятно когда именно привезут ему невесту так и во всех остальных случаях никому не было точно известно когда состоится церемония бракосочетания в среднем между обручением и бракосочетанием могло пройти от полугода до нескольких лет и все зависело от окончательного решения отца жениха поэтому жених мог приехать к невесте для совершения церемонии бракосочетания в любое время причем в буквальном смысле днем или ночью никто не знал интересно что он приезжал в торжественной процессе обычно одетый в праздничные одежды какими-то украшениями из драгоценных металлов возможно и чтобы как бы предупредить о своем приезде он во-первых они трубили шафары они это он и его друзья а во-вторых впереди них бежал какой-нибудь посланник который кричал смотрите жених идет и после этого жених заходил в дом отца невесты откуда в принципе и забирал будущую жену в свой дом то есть в свой дом это тот дом который построил отец и там происходила церемония бракосочетания и вот сейчас смотрите иисус говорит в доме отца моего обители много а если бы не так я бы сказал что пойду приготовлю вам место кому вам значит я хочу напомнить что мы с вами обсуждали то есть должны понять кто невеста кто невеста потому что это очень важно что невеста Христа и вот он говорит это израильтянам да давайте назовем вещи своими именами своим ученикам которые ходили вместе с ним кто-то три года кто-то может быть поменьше и вот он говорит так сказать не переживает доме отца моего обителей много то есть он как бы он назвал их невестой и не для кого это не было каким-то странным что ли странным понятием что они там вроде все мужчины и невеста и вот что получается для того чтобы приезд жениха не застал девушку врасплох то есть она и ее там приближенные девушки может быть это жительница того поселения в общем заранее готовили масляные светильники ночью на улице люди освещали себе дорогу вот такими светильниками поэтому невеста и подружки тоже встречали жениха с зажженными светильниками и вот именно об этом Иисус и напоминает своим ученикам когда он проводит когда он рассказывает о каких-то событиях страшного суда и он рассказывает вот эту притчу о десяти девах которые как и следовало по традиции со светильниками ожидали приезда жениха вы можете представить вот это вот состояние невесты которое вообще в любой момент она ждет и когда делались какие-то эксперименты считалось что звук шофара может ее оповестить о том что приходит жених ну где-то минут за десять до того как он появится поэтому она в общем-то должна была уже сложить там все чемоданы все это самое буквально сидеть на этих чемоданах чтобы встать и пойти и вот когда в полночь раздается крик о приезде жениха то как бы проснувшиеся от дремоты своей девы встали чтобы выйти гостю навстречу но там было пять неразумных дев как мы читаем и они забыли взять с собой масло и вдруг они с удивлением увидели что их светильники богатые им пришлось ну там вся история не буду рассказывать и пришлось им пойти и повпать и когда они вернулись они обнаружили что что жених и пять других мудрых дев удалились на брачный пир и приход неразумных дев был закрыт вы знаете вот иисус рассказывал эту ситуацию для иудеев и поэтому для них это была очень знакомая ситуация им было все понятно и все это указывает на то что для нас какая польза что мы должны быть готовы ко второму пришествию небесного жениха сына божия в любое время и вот вы знаете что образ бога жениха имеет корни еще в ветхом завете в чем много где и в ветхой заветной книге вот оси я уже говорила говорится об обручении невесты израиля жениху богу да это вторая глава по оси и там еще раз и обручу тебя мне навек и обручу тебя мне правде и суде в благости и милосердии и обручу тебя мне в верности и ты познаешь господа это вторая глава 19 и 20 стихи а самое интересное что похожее что-то используется в новом завете для описания природы союза Христа и церкви да то есть апостол павел посланники писем в пятой главе как раз сравнивает отношения в семье между супругами с отношениями Христа и церкви но мужья любите своих жен как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее вот это метафора но вы не должны тоже понимать что вот эти тексты они в идеальном состоянии потому что слово церковь на тот момент оно отсутствовало вообще в понимании потому что это мог быть это это слово вообще совершенно не слово церковь я имею ввиду совершенно не как бы не было на слуху и не было в употреблении это слово потому что что значит вот в Евангелии от Матфея в 16 главе когда был найден вернее он до сих пор хранится в Лондонском музее хранится рукопись хранится рукопись в Евангелии от Матфея на иврите и там написано так вот там у нас в русском звучит так Петр ты камень и на тебе построил церковь мою да а там написано так что да Петр ты камень и на тебе построил дом молитвы ну в общем смотрите тут трудно как-то спорить да трудно говорить но понятно что такого понятия слова церковь она отсутствует да в обиходе ну так или иначе и вот это вот когда Павел говорит об этом то естественно он он цитирует Павел всегда цитирует все писание богодухновенно он цитирует Ветхий Завет потому что другого не было и вот когда в 25 главе мы читаем там ожидание страшного суда во времени наступления которого никто не знает то есть необходимо заботиться о своей душе что это значит о чистоте своей душе чтобы по пришествии сына божьего не услышать слова которые он сказал неразумным делом да истину говорю вам не знаю вас в 12 стихе 25 главу интересно что такое отсылку креста к свадебным обычаям поняли бы не только иудеи потому что такие традиции существовали и в культуре вот близ находящихся народов потому что вот эти вот в древности ну примерно там везде вот какие-то обычаи жертвопоношения еще что-то многие-многие вещи естественно они были ну похожи ну как и сейчас собственно говоря знаешь вот сейчас вот у нас в глобальном масштабе вот в какую страну не приедешь там там как бы все там аэропорт одинаковый везде ну плюс-минус да то есть такие же услуги там транспорт ходит там одинаковый машина так машина там да ну автобус так автобус то есть это понятно куда бы ты ни попал ты видишь что это автобус а что это машина а что там допустим трамвай или там железнодорожные какие-то рельсы то есть везде одинаково это так же и там было вот в это время так же и там было поэтому эти обычаи они даже сохранились ну у арабов например там тоже так примерно вот сейчас в наше время насколько мы живем в такой стране я живу в такой стране где арабов больше чем иудеи больше чем сынок израиля ну ладно в общем принцип вы поняли да и вот что интересно была ну то есть такие же культуры были тоже были так сказать везде всеместно там на востоке на ближнем востоке и возможно и в индии там и так далее но самое важное для нас нет я думаю что я немножечко вам объяснила как это все происходило кстати говоря если вы помните в книге бытия там написано так что Лаван дядя Якова он кто-то у него просил младшую дочь в жены а он ему устроил сначала старшую дочь причем значит не оповещая об этом да потому что они находили покрывали они закрывали свою голову и потом я увидел уже когда когда уже было поздно вот и Лаван дядя Якова сказал ему у нас не принято выдавать младшую дочь прежде старшую поэтому ты проведи неделю с этой а потом мы отдадим тебе и другую я честно говоря не понимала но суть заключается в том что празднование что неделю и вот этот праздник бракосочетания со старшей дочерью пробыть реализоваться неделю а через неделю он будет жениться уже на второй дочери вот ну значит давайте так сказать вернемся в наши реалии то что Иисус это жених я думаю что с этим все согласны а вот кто невеста вот кто невеста и тут есть очень много знаете очень много даже не знаю как сказать ну неправильных ответов и как лучше ну вот например считается я не люблю говорить то что неправильно но тем не менее кто-то считается что невеста это те кто принял Иисуса Господом да то есть кто-то говорит все христиане это невеста и вообще получается так что невеста это все спасенные люди но речь вообще друзья не идет о спасении это не спасение вот но часто во многих церквях учит так что то есть две группы людей есть невеста и есть не спасенные люди но дорогие давайте так подумаем что ведь нужно отметить что кроме невесты есть и те кто будут гостями брачного пира и у у этих людей разные роли на свадьбе разные полномочия и соответственно разные места где они будут заседать но мы должны понять что не все люди которые верят в Иисуса являются невестой и вообще это никакого отношения не имеет к вопросу спасения это имеет отношение к различным уровнем того как видит свой народ бог вот как он его видит ну давайте посмотрим немножечко еще какие-то притчи например о десяти дел смотрите все приглашены на брачный пир все ждали жениха но вот эти ожидающие разделены на две группы мудрые и неразумные а кто они такие я скажу что я ну как-то не очень задумывалась считала там давно что наверно они все невесты нет они служители они служители есть мудрые служители служат богу есть мудрые служители есть неразумные служители и далее вот если вы вспомните историю историю с гидеоном ведь у него была большая армия но она была разделена то есть есть некоторые были некоторые оставили и сотни доставили оставили вести битву а остальные все отправили домой израильтян и израильтяне некоторые сыны израиля вошли в обещанную землю а кто-то не вошел вы знаете что ведь было как бы две группы людей говорят что в египте осталось очень много именно сынов израиля ну это уже сейчас не проверить есть такое мнение да ну в общем короче говоря благодаря послушанию Богу одна группа людей вошла в землю обетованную а другая нет а другая нет и точно так же кто-то сможет войти в брачный черток это слово черток черток это ну как бы древнее слово для дом или помещение жилое да или это может быть дворец дворец тоже дом правда вот поэтому вот по этому же образцу и тысячелетнее царство тоже как бы описано по этому же образцу и вот интересно что павел апостол павел в 9 главе римлянам он цитирует пророка оси он говорит так хотя бы сыны израиля были числом как песок морской только остаток спасется ну остаток да представьте себе вот мы сейчас живем как бы я не знаю как бы я об этом не думаю каждый день кто спасется кто нет надо себя пролежать прежде всего я спасусь или нет так вот остаток соответствующий должен быть каким-то критерием и вот писание нам говорит эти критерии что ну во первых да что дракон или враг он гоняется только за определенную за определенные категории людей оказывается он очень очень недоволен теми людьми которые сохраняют запах и имеют свидетельство иисуса христа знаете это сначала написано в откровении 12 главе 17 стих вот это очень интересно что рассверепел дракон на жену пошел чтобы вступить в брань у нас на русском написано с прочими от семени и ее вообще там должно быть с остатком от семени остаток и поэтому значит кто это это сохраняющие заповеди божии и имеющие свидетельство иисуса христа писание говорит здесь терпение святых и через две главы значит это была двенадцатая глава 17 стих а через две главы 14 в двенадцатом стихе он напишет здесь терпение святых соблюдающих заповеди бога и веру в иисуса вот вы понимаете интересно как что дважды повторенное слово в писании так же как в устах двух или трех свидетелей здесь конечно есть только о вере одной веры недостаточно для того чтобы быть невестой и здесь мы обнаруживаем опять две группы людей одна знает что божьи уставы они недействительны и они верят только в иисуса я думаю что вы знакомы с такими людьми то есть это не то что тайно задействуется замками да а другая часть считает что закон божий еще в силе и кроме того они верят в иисуса и так вот конкретная группа которую преследует враг это те кто верит в соблюдение заповеди бога то что мы читаем в торе и верят в иисуса ну как бы я думаю что это очень даже нормальная история потому что бог сотворил землю и дал свои уставы и это нормально ну например когда я кто-то приходит к вам в дом то спрашивают там нужно вас снимать обувь или не нужно ну мой дом мои правила да мой моя земля говорит бог и мои правила но как иначе ну есть еще третья группа людей да которые верят только в заповеди бога это религиозные иудеи или просто иудеи которые не верят в иисусе но здесь их обижать не нужно потому что бог навел на них пелену слепоту и навел слепоту до времени пока не войдет что пишет павел в римлян 11 главе пока не войдет в полное число язычных но об этом сейчас не будем здесь сейчас нам интересно нас интересует другое апостол павел говорит мужья любите своих жен как христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водной посредством слова чтобы представить себе славную церковь не имеющий пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочная и непорочная мы не можем быть невестой с каким-то изъяном или увечьем ну просто кто же он не возьмет такую невесту все точка потому что если он идет за невестой она должна быть чистой и добродетельной вот почему он так долго не приходит только для того чтобы невеста смогла очиститься и вот в двадцать пятой главе Евангелие от Матфея написано интересно как вы подумайте тогда подобно будет царство небесное десяти девов то есть которые взяли в светильники свои вышли навстречу из них пять было мудрых пять неразумных смотрите если говорить в глобальном масштабе то если половина 50% 50% разумных мудрых и 50% неразумных а в чем их неразумность взяв светильники они не взяли с собой масла мудры из же вместе со светильниками взяли масло в сосудах свои вы знаете я хочу вам сказать что вот это лампы ну, как бы лампы, да, светильники, они умещались на ладони, потому что люди, когда шли, ну, не было же фонарей, не было ничего. Когда людям надо было выйти во тьму внешнюю, тогда они внесли такой вот небольшой совершенно светильник, в котором, естественно, будет немного масла. Но всегда брали еще какой-то запас с собой. Всегда брали запас, потому что, ну, в зависимости от того, куда ты идешь. Если ты идешь там до забора, например, то, наверное, не надо. А если ты идешь неизвестно на какой срок, то надо было подумать об этом. Но жених замедлил. И задремали все, и заснули. И ночью, полночь написано, раздался крик. Вот, жених идет, выходите навстречу ему. А кто это кричал? Это кричала его свита, его друзья, может быть. Те, кто его сопровождал. Тогда встали все девы, поправили светильники. Вы понимаете, когда это произошло? Что он уже идет. Кстати говоря, там они трубили шафары. Ну, здесь не написано, но в принципе. Так вот кто-то там рассчитал время, что вот этот звук шафара, он примерно равен десяти минуты ходьбы. Вот за десять минут до того, как он появится, представьте себе, то за десять минут что можно успеть собраться? Ну, успеть можно только, наверное, там надеть обувь, там застегнуть чемодан, который уже готов, или там несколько чемоданов, и выходим. Тогда встали все девы, те, кто поправили, и поправили светильники свои. Неразумные, сказали мудрым, дайте нам на вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудры отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите масло. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. И после приходят и другие девы, и говорят, Господи, Господи, ну отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, я не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Значит, смотрите, тут еще раз, половина мудрых, половина неразумных. Но дело в том, что нам нужно понять, что такое мудрый и что-то неразумный, и как бы не добавлять от себя. То есть, мы, например, много не понимаем в мудейской свадьбе, но, естественно, потому что мало кто сегодня там видел, что такое хупа, не понимаем, что такое брачные чертоги, и, в общем-то, и не понимаем, что значит, двери затворились. Ну и вообще значение вот этих десяти дев и так далее. Но нам надо просто иметь в виду следующее, что Иисус был учителем, да, учителем, я думаю, что раввином, иудейским раввином. И он жил в среде своего народа и рассказывал он эту притчу тому, своему народу, иудеям, тем, которые знают обычаи и знали тогда и обычаи и Тору. Потому что, чтобы понять, как бы сказать, всю глубину этой притчи, нужно смотреть на эту историю, как смотрели вот его ученики, ученики Иисуса и другие современники. Вот давайте скажем, давайте немножко вот поговорим о каких-то символах и нюансах. Вот число 10, например, да, 10 дев. Вы знаете, что число 10 это число гармонии, достижений и нового начала. Вот каждую десятую там овечку, которая проходит под посохом, да, это была десятина. Каждая десятая. Не то, чтобы там от всего отмерить, каждая десятая. Число 10 в то же время символизирует гармонию и какое-то уравновешение, баланс. И еще число 10 считается, что оно обозначает завершение какого-то цикла и переход к новому. Интересно, что до сих пор, вот до сих пор, представляете, 10 человек, 10 мужчин, 10 мужчин требуются для того, чтобы произносить молитвы. Например, в синагоге, все эти мужчины должны быть старше 13 лет, потому что в 13 лет мальчик становится ну, как бы совершеннолетним. Совершеннолетним, в 13 лет. Девочку в 12. И вот 10 человек называется на иврите миньян. Это как бы вот это всегда в синагоге для того, чтобы провести какую-то молитву, нужно минимум 10 человек. и вот это 10, да, это 10. 10, сейчас я хочу попробовать вам дать имидж такой, получите мне или нет. Сейчас посмотрим. Окей, сэнт. Я вам послала, да, послала в сокровище. Это 10 человек, вот этот, который называется миньян, потому что я нашла. Вот. И дальше, дальше тоже интересный такой момент. И поэтому 10 дев, как вы думаете, чему оно, что это за олицетворение чего? Я думаю, что это все тело мессии. вот что нам говорит писание о светильнике? Вот светильник, который не смог гореть дальше, он неразумный говорит, в 118-м псалме написано слово твое, светильник в ноге моей и свет в стезе моей. А когда мы начинаем понимать, что значит свет, это слово божье, тогда мы должны понимать, что такое светильник. И слово божье связано со светильником для чего? Для наших ног. Светильник в ноге моей и свет в стезе моей. Сты за это как бы дорога, шаг. Не просто ногу освещает, но дорогу освещает. Вот теперь давайте посмотрим вообще, что же это такое, насколько это важно. То есть без слова божья ты не можешь никуда идти. Без слова божья ты вообще не увидишь света в конце туннеля. А дальше интересно, в 6 главе притчи 23 стихе написано так. Заповедь и светильник. И по-русски написано наставление, но на еврейте там написано Тора. Тора это первые пять книг Моисея, но Тора в то же время это нерелигиозный термин, это учение, учение. Значит, заповедь твоя есть светильник, а учение твое свет. Вы знаете, когда говорят учение свет, а не учение тьма? откуда такие поговорки. И поучение это путь к жизни. Давайте еще раз так прочитаем. Значит, 6-23 притчи. Заповедь и светильник, и Тора это свет. Вот почему-то слово Тора перевели как наставление. Почему наставление? Ну ладно. Иисус обращается все-таки к своим современникам. И тут он ничего не придумывает. Он все говорит те фразы, которые знакомы его современникам. Ну даже вот слово чертог, чертог, вот вместо обитания, чертог брачный, то есть мы уже обсудили с вами этот вопрос, то есть это как место обитания. Место обитания, ничего такого особенного, но звучит красиво. Я живу в своем чертоге. Когда невеста приходила на брачную церемонию, она входила в брачные чертоги. То есть где это было? То есть невеста должна прийти, ну или там ее привезут к дому отца и войти в те покои отдельная квартира по-разному у каждого и вот входила в эти брачные чертоги и она совершенно у нее был другой вход в эти чертоги. То есть чертоги не обязательно будут огромные. И там жених и невеста оставались в течение семи дней. там они вступали в супружеские отношения, а тем временем гости веселились по другую сторону дверей. Торжество не начиналось до тех пор, пока не произойдет супружеская близость. И так было положено, чтобы как только доверенное лицо выносило на всеобщее обозрение доказательство того, что супружеская близость произошла и подтвердилась девственность невесты. Вот только потом гости начинали праздновать. И когда уже жених выходил из своих чертогов, то наступало огромное торжество. Просто пир. Я думаю, что размах этого пира зависит, конечно, статуса жениха и невесты. Теперь интересного. Вы знаете, что масло елей для миноры в храме в святилище он отличался от масла, которое использовали там домашнее. Первый отжим масла чистое оливковое масло. Потом прессование продолжалось. ну и конечно последний последний отжим уже когда давай еще чуть-чуть. Это был самый нечистый сорт масла. Ну в смысле некачественный. А вот интересно, что в римлянах и в Ереме 11 глава говорится о том, что мы к масличному дереву принадлежим. что мы все предпроисходим от маслины. Если нет, то мы вообще тогда не те люди, за кого мы себя выдаем. И вот если мы все произошли от маслины, то Бог и нас пропускает через пресс жизненной трудности. А первое, что происходит исходит из нас от того, что мы есть на самом деле. Но в своем скине, в своем шапле единственное, что может Бог использовать, это чистое оливковое, чистейшее оливковое масло первого отжима. Чистейшее. И когда царь пропускает нас, меня, через пресс или мы попадаем в какую-то ситуацию, какие-то обстоятельства, то как мы реагируем в начале неприятной ситуации. Вот вы знаете, что это клапмусовой бумажкой говорят, что как ты реагируешь на первую какую-то неприятность или что-то тебе сказали, или что-то ты увидел, или что-то ты потерял, не знаю, или еще. Вот как ты реагируешь, вот это то, кем ты являешься на самом деле. Интересно, что то, как я реагирую на обстоятельства при закрытых дверях, оно может отличаться от того, как я реагирую на людях, например, потому что я же знаю, как надо поступать, но Бог видел мою реакцию, и Бог видел мое сердце, даже до того, как мне пришлось реагировать уже на обстоятельства. Вот, поэтому Бог видел мое сердце, и правильно или неправильно я поступила в конечном итоге, это и будет суд надо мной. Так вот, я считалось, что масло, вообще-то масло, масло, то есть то и другое может гореть, да, и хорошее масло, и не очень хорошее, и первого отжима, и не первого отжима, но только первый отжим вносится в святое святырь, в святое место. Вот скиния там была, горела менура, и менура горела, считается, это нертомид, это вечный огонь, как бы, вечная свеча, но горела она с вечера до утра, с вечера до утра. Считается, что самое темное, предшествует самому темному времени, так называемые сумерки. Если вы посмотрите на русский даже язык, что такое сумерки, это когда вторая часть мрак, мерк, сумерки, а су это приставка, которая говорит о совместном действии. То есть, получается, что вот эти сумерки, они во время заката начинаются и заканчивают, и второй раз они появляются в обратном направлении перед рассветом. И вот тьма сгущается перед рассветом, это знают все, но потом начинается все-таки рассвет. Так вот, сумерки это мрак, мрак, сумерки, мерк, это мрак. И вот сумерки, они происходят, в них происходят самые такие приятные ситуации, обычно случаются в это время. Поэтому в древнем Израиле приносили жертву за весь народ, это вечером и утром во время сумерки, то есть, во время вот этого непонятного какого-то так сказать, недолгого, недолгого по протяжению, да, по времени, недолгого, странного, неприятного вот этого возможностей, то есть, именно в это время, именно в это время приносилась жертва за весь народ. Кроме того, сейчас нету таких жертвоприношений, поэтому вот эти 10 мужчин собираются в каждую синагогу, в каждую синагогу, и они молятся на рассвете и на закате. 10 мужчин, которые составляют вот этот миньян, это минимальное количество людей, так считается, которые слышны, которые ходатайствуют за народ. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, можно их задать сейчас или потом написать в комментариях. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всем благословений. Пока-пока. Если есть вопросы, то я отвечу. Спасибо, Марина. На самом самом деле такая серьезная тема. я думаю, что нам очень нужно переварить, переосмыслить, как бы углубиться. Очень хорошая тема. Спасибо огромное за ваше служение. Спасибо. Спасибо, Людочка. Спасибо, Людмила. Дорогие, давайте мы с вами тогда прощаемся. Я вас отпускаю. И до встречи через неделю. Всего вам доброго. Да. Павел Марина, вот такое размышление о себе, что Господь, если мы маслина, ну понятно, мы в трудные попадем под пресс. Вот если попадаем под пресс, из нас выходит не то, что хорошее, то тогда у нас еще будет пресс, до тех пор, пока из нас не выйдет уже благоухание. Я так понимаю, да? Ну, что да, правильно. то есть пресс это индикатор готовности. Даже для нас самих, что если я не сдал экзамен, то придется пересдавать. Да, это точно. Спасибо большое. Слава Богу. Ладно. То есть Отец Небесный, я благодарю тебя за это слово. Благодарю тебя за то, что свобода твоя приходит в жизнь у каждого человека, потому что вы знаете истину, истина сделает вас свободными. Это то, что мы пытаемся высвободить эту истину твою, не нашу, твою. Благословляю вас, дорогие, на предстоящую неделю, и пусть эта неделя принят вам какие-то новые откровения, новые достижения в борьбе со своим трактор. Редактор субтитров